В деревне вырос, родился и вырос. В городе мне не нравится. Алексей Дворников всю жизнь прожил в деревне. В первые 18 лет в Ребрихе, а после аграрного университета стал работать в Бурановском сельскохозяйственном кооперативе, главным ветврачом. Он в ответе за здоровье 3000 голов скота и за качество каждой капли молока, которое они дают. Животные, они более отзывчивые, чем люди. И на доброту всегда отвечают, взаимности. Если свой труд в нее вложишь, они обязательно отдадут свою отдачу. В Алтайском крае 550 хозяйств. За год они производят более миллиона тонн молока. В перспективе наращивать продуктивность, а еще увеличивать поголовье и модернизировать производство. Ставку делают на крупный проект. Новый животноводческий комплекс на 6000 коров в Тольменском районе. Ожидаем, что уже в 2020 году будет завезена первая партия скота, а в 2021 году проект выйдет на запланированную мощность. Общий объем инвестиций оценивается на сегодня, по крайней мере, в 3,5 миллиарда рублей. Лучшим животноводам края вручили почетные грамоты, премии, медали за заслуги в труде и за верность профессии. Валентину Федосенко отмечают в числе лучших уже не впервые, ведь она служит своему делу 38 лет. Интересная работа. С ничего жизнь давать. Это интересно. Будешь трудиться – будет все. Не будешь трудиться – ничего не будет. Как говорят, под лежачий камень вода не потечет. Не течет, но отдыхать надо. 260 лучших животноводов теперь поедут отдыхать в санаторий. Всего денежные премии сегодня получили 300 работников молочного производства, в их числе и ветеринар Алексей Дворников. Дарья Демиллер, Николай Шелко. Наши новости.